Игорь Евгеньевич Корнелюк Игорь Евгеньевич Корнелюк В 1988 год Игорь Корнелюк работал музыкальным руководителем Ленинградского театра «Буф», писал музыку для его постановок, аккомпанировал и пел. Популярность пришла после выступления в телевизионной программе «Музыкальный ринг». В том же году его песня «Билет на балет» стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». Игорь Корнелюк – автор музыки к таким популярным фильмам, как «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Тарас Бульба» и другие. Женат, воспитывает сына. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Рады видеть вас в Минске, тем более по такому поводу 90 лет со дня рождения вашего наставника, профессора Белорусской государственной академии музыки Михаила Солопова. Вы знаете, мне сказали, что вы сюда приехали абсолютно на безвозмездной основе, скажем так. Почему для вас так важно было приехать сюда? Удивительное дело, но я Михаила Григорьевича знаю 46 лет, я вот сегодня подсчитал. И если бы не он, неизвестно, может быть, даже как сложилась бы моя судьба. Я был маленьким мальчиком, таким заскорузным пацаном, который пел. Пел просто из удовольствия. Это была свадьба моего соседа Брестия. А сосед был, соответственно, учеником у Михаила Григорьевича. И Михаил Григорьевич приехал его поздравлять. И вот Михаил Григорьевич услышал, как я пою, мне было тогда 6 лет, и он настоятельно обратился к моим родителям. Просто настоятельно, вы обязаны отдать учиться музыке своего мальчика. Если бы вы знали, как я тогда обрадовался. Когда я пошел в музыкальную школу уже, в первый класс, я вдруг понял, что музыка – это не только удовольствие, это, оказывается, еще и тяжелый труд, потому что в то время, как на улице ребята звонко били по мячику, я должен был сидеть, разучивать этюды, гаммы и подолгу заниматься на инструменте. Вот. Это как-то меня немножко расстроило, разочаровало. Но потом взялся, что называется, за ум и стал учиться нормально. Наверное, вы были в Минске, хотела спросить, вообще, вот, часто ли бываете здесь? Для меня всегда очень волнительно приезжать на белорусскую землю, потому что, ну, это родина. Это родина, здесь все равно все родное, близкое. Вы чувствовали ли когда-нибудь себе потенциал создать что-то новое, может быть, вот, связанное с детским творчеством, или еще с чем-нибудь, может быть, есть какие-то планы у вас по этому поводу? Есть такая пословица, если хочешь чему-то научиться, начинай этому учить других. И, честно могу вам сказать, с возрастом все чаще и чаще появляется какая-то потребность в том, чтобы какими-то вещами поделиться. Потому что музыка – это такая штука, которая передается из рук в руки. Этим знанием можно учить на конкретных нотах, на конкретных мелодических построениях, на конкретных гармонических оборотах. Я помню, с каким упоением я когда-то в подростковом возрасте читал переписку Танеева с Чайковским, где, ну, помимо чисто житейских таких водных фраз, Чайковский подолгу писал Танееву о таких вещах. Он говорит, вот в этом месте ты зря удвоил анчели с фаготами. Почему? Потому что вот эта крикливость верхней тесситуре фаготов, она даст тебе вот это. А вот если здесь был бы бас-кларнет, он бы растворился. И вот эти вещи, которые можно проходить только вот трогая руками, что называется, музыку. И, конечно, такая мысль возникает все чаще и чаще, но, к сожалению, мне тогда придется поменять образ жизни, потому что у меня как бы две таких ипостаси. Если я не гастролирую и где-то не пою, то я сижу в студии, сижу в студии и работаю там. Хорошо по этому поводу сказал мой замечательный товарищ, гроссмейсер Марк Евгеньевич Тайманов, с которым я дружу и которого очень люблю, потому что он, помимо того, что шахматист, там, замечательный экстракласса, он еще и был, во всяком случае, концертирующим пианистом. Об этом, на самом деле, не все знают, но это так. И у него спрашивали, Марк Евгеньевич, а как же вы успеваете вот просто вот все это делать и концертировать, играть на рояле, играть в шахматы, участвовать в турнирах, в чемпионатах? Он говорит, а я все время отдыхаю, потому что, когда я играю на рояле, я отдыхаю от шахмата. Когда я играю в шахматы, я отдыхаю от рояля. Вот у меня жизнь такая тоже, она вся проходит, в общем-то, в отдыхе, потому что, когда я пою и отдыхаю от студийной работы, когда я в студии, я отдыхаю от концерта, который был на экономе. Ну и, в общем, получаете удовольствие от своей работы, от того, что вы делаете. В одном из интервью вы сказали о том, что вы, как и Бах, человек мастеровитый. Я хотел бы быть как Бах мастеровитым. У нас в консерватории была лекция по Баху, наш педагог вышел, он сел на стол, закурил сигарету, задумался и сказал, Бах был простым человеком. Он каждый день знал три дела. Выпить кружку пива, написать фугу и заказать наследника. У меня эта фраза настолько потрясла, потому что Бах, то есть отношения, это же космос, да, это небожитель, это что-то нечеловеческое, если хотите, потому что так писать, и это так глубоко, и так значимо, это что-то невероятное. Ваша музыка адекватна времени. Вот я проследила буквально в конце 80-х, когда вот действительно пришла к вам популярность, вот эта самая первая волна, наверное, вы были очень эксцентричны, вы себя как-то по-иному абсолютно вели на сцене. Опять же, это прическа, безумная, да, львенка и очки в роговой оправе. Вот над вашим имиджем кто-то работал, или это вот просто, что мать природа дала, собственно, и вот просто в какой-то обработке стремитесь? Я никогда не работал над имиджем. Вы знаете, я всегда самовыражался. Я просто был таким. Когда мне было 20 с небольшим, я был таким. Теперь, когда я старше и значительно старше, я стал другим, у меня появились другие приоритеты, другие интересы, другие, если хотите, потребности. Я считаю, что это нормально. Это нормально. Это, наверное, правильнее, когда человек, будучи молодым, пытается выразить свое мироощущение через какую-то танцевальную и веселую музыку. А с возрастом, как бы, угол и ракурс зрения на многие вещи, он просто меняется. Я, честно могу вам сказать, я никогда не писал музыку из конъюнктурных соображений. Наверное, в это трудно поверить, но это так. Даже когда я писал свои самые несерьезные песни, самые легкомысленные песни, я просто был таким. Был ли моменты, когда у вас заказывали песни, другие исполнители, которых мы все знаем? Конечно, такое было. И другое дело, что я не всегда писал, но мои песни пела Эдит Апьеха, Михаил Боярский, Анна Вески, Филипп Киркоров, Кабарайдует Академия. Могу перечислять долго. Я работал музыкальным руководителем Ленинградского театра «Буф», который сейчас существует. Но тогда этот театр был молодой, он только-только появился. И мы были молоды, мы были дерзкими, мы были озорными, мы были хулиганами. А самое главное, мы были ровесниками. И нам всем очень-очень хотелось. Вы понимаете, настолько хотелось, что это переполняло нас. И это, видимо, воспринималось и зрителям, потому что мы были очень популярными и модными. И к нам было не достать билетов на наши спектакли. И песни, собственно говоря, первые я стал писать именно тогда. Кстати, вот ваши популярнейшие песни, я была удивлена, когда узнала, что «Билет на балет» или «Дожди». Вы еще были студентом в консерватории. «Дожди» уже нет, а «Билет на балет» еще да. Еще студент. Да. А преподаватели вообще как-то комментировали ваши способности? Вы же были уже популярны на весь союз. Был один педагог, я не стану называть его фамилию, он известный композитор. Я у него занимался инструментовкой, я вообще всегда любил оркестр. И так получилось, что у меня уже в 14 лет, когда мне было мое оркестровое сочинение, симфонического оркестра, и оркестр уже исполнял. Этот педагог не нарадовался. Но когда он услышал песни первые, он чуть ли не предал меня анафеме. Потому что он сказал, что это ужасно, как это может человек в консерватории таким заниматься. Это дурновкусица и так далее. «Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин». Вы очень громко о себе заявили в кино. Я думаю, что даже публика была несколько шокирована. Сейчас говорю о телесериале «Бандитский Петербург», что это музыка, и она написана, казалось бы, эстрадным абсолютно корневеком. Как так случилось, что вы написали музыку к фильму? Кто вам предложил? Бортко лично мне позвонил. Честно могу вам сказать, я всегда хотел писать музыку в кино. Мне казалось, что это должно получиться, и мне всегда очень хотелось. Но меня не приглашали, потому что у нас принято как? На человека всегда вешается ярлык, имиджевый ярлык. И поэтому люди рассуждают, ну как, корневек, билет на балет, дожди, ну это несерьезно. А Бортко, он когда снимал «Бандитский Петербург», он очень мучился, он не знал, кого найти в качестве композитора. И так случайно получилось, что он ехал в машине, и по радио передавали какую-то мою песню. Он так, о, он будет писать мне музыку. Он мне позвонил и пригласил, за что я ему очень благодарен. Надо отдать должное, что когда вышел фильм, то те продюсеры, которые ставили мне палки в колеса, все поздравили и извинились за то, что мешали. Он все думал, ну как, ну как же так, вот сейчас же он есть, он же живет сейчас. А через несколько минут, вот, ну через три минуты уже будет нечто. Кто-то или что-то, так кто же, где же, он все это хотел в эти две минуты решить. Невдалеке была церковь, невдалеке. И купол светился, крыша очень светилась на ярком солнце, подолоченная крыша. Честно могу вам сказать, я думал, что я не справлюсь, потому что было очень тяжело. Невероятно тяжело, потому что мне хотелось объять необъятное и сделать невозможное. Мне хотелось написать очень простую, прозрачную музыку, в которой бы, с одной стороны, отражался бы и Петербург 19 века, с другой стороны, его бы образ князя Мышкина, который на самом деле один из самых сложных в мировой литературе, на мой взгляд. Мне каждую ночь снился Федор Михайлович, который сидел за ламерным столиком, он раздавал карту, он был картежным, он смотрел на меня, он мне моргал, подмигивал, он мне показывал язык, глумился надо мной. Я просыпался в холодном поту, я чувствовал, что я, наверное, сойду с ума от этого всего. И, по-моему, вдруг, четыре ноты, очень простые, к вечеру появилась мелодия, я еще долго, думаю, не решался, годится это, не годится. Мне последний раз прислался Федор Михайлович, который посмотрел на меня, вручную, грустную, сказал, лишь очки, справился. Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и так вас любят. Думали ли вы о сложных жанрах, о таких как опера, оперетта, вот привнести академизм, скажем так, в ваше творчество, выйти на еще один новый уровень, новую ступеньку покорить? Это моя мечта, много-много лет. Мне очень хочется сделать музыкальный спектакль, уже несколько раз были у меня попытки к этому подойти, причем спектакль музыкальный сделать, чтобы там был симфонизм, в широком смысле этого слова. При этом это абсолютно все равно, это сыграно симфоническим оркестром, и поют оперные голоса, или это сыграно на электрогитаре, или на балалайке, это не важно, потому что, когда слушаешь, не знаю, там травиату, запоминается, да, конечно, запоминается, поется легко, песня, нет, да не песня это, потому что масштаб другой. На чем вы сейчас работаете, есть ли какие-то уже заготовки? Не скажу ни за что, ни за что не скажу, хватит, я уже наговорился, и все, что я говорил до, до, не скажу ни слова даже до премьеры, просто, если она будет, конечно. Ни слова не скажу, просто ни слова не скажу, потому что я боюсь гладить. Спасибо вам большое, что вы уделили нам внимание, что выделили время для беседы, спасибо за это. Приезжайте почаще в Минск, мы всегда очень рады вас видеть. Спасибо, с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok